Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем привет! Меня зовут Константин Галота. Я основатель Музея советских калькуляторов. И сегодня буду рассказывать вам про калькуляторы. А еще я гуманитарий. Что поделать. Всегда приятно пообщаться с умными людьми. Итак, первый вопрос. Как вы думаете, чем калькулятор отличается от компьютера? Где проходит та самая грань, которая делит мир IT на две большие разницы? Что это? Десятички? Честно, как гуманитарий не понял. А, хранимая программа. Конкретно этот калькулятор, он у нас учебный. К-33 представляет собой модель B334, упакованную в гигантский корпус. Как говорится, когда калькуляторы были большими. Предполагалось, что такой калькулятор вешается на стену в учебном классе, и учитель нажимает на кнопки, а ученики делают те же самые действия на своих личных, персональных микрокалькуляторах. Он собран промышленно, но, что называется, на коленке. Там имеются две схемы. Одна, собственно, калькулятора, распотрошенной МАЗГИБА-334, а вторая — это схема подсветки. Предполагается, что при нажатии на кнопку она подсвечивается, чтобы весь класс видел, что было нажато. То есть под каждой кнопкой этого микрокалькулятора К-33 установлены два микропереключателя. Один из них посылает сигнал в логику калькулятора маленького, который там внутри есть, гномики считают. А другой микропереключатель посылает сигнал в схему подсветки. Поэтому тактильные ощущения весьма похожи, и при нажатии на кнопку можно, ошибившись, случайно послать сигнал только по одному из каналов и получить подсвеченную кнопку. Но логика калькулятора это не увидит, или же наоборот. Хранимая программа. В калькуляторе B334 можно хранить программу. Молодой человек. Почему он выглядит как МК-61? Магия и немного напильника. Честно говоря, не специально так получилось. Его так выпускали в промышленных объемах. К сожалению, не могу сказать общий тираж, но вот сзади написано номер 1326, 1990 год. Сделано в СССР. Я буду повторять ваш комментарий, чтобы он ушел тоже в запись. MB334 и МК-61 несовместимы в некоторых деталях. Все правда. Конкретно эта мелкая деталь заключается в том, что в МК-61 имеется, а в B334 отсутствует функция выделения целой и дробной части числа. Ну и объем программы чуть побольше. МК-61 на 15 шагов, если не ошибаюсь. Но все-таки давайте подумаем, где проходит вот этот самый вводораздел, где заканчиваются калькуляторы и начинаются компьютеры. Можно сделать еще шаг назад, где заканчиваются счеты и начинаются калькуляторы. Собственно, человечество... Надо начинать сначала. Это не фотошоп, это реально книжка, учебник истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. Так назывался предмет, поэтому так назывался учебник, никакого фотошопа. Значит, человечество изданно пыталось что-то посчитать, считало на пальцах, дальше счеты, а бак, вы это все прекрасно знаете. Какую первую программистскую задачу нужно было решить? На самом деле это переход разряда. Когда вы считаете на счетах, то разряд вы перекидываете руками. Когда у вас заполняется разряд единиц, вы должны вручную осуществить операцию по увеличению следующего разряда на один и сбросить предыдущий разряд. Операция, операция. Нужно запрограммировать, нужно запрограммировать. Как это работало? Суммирующая машина Паскаля уже это достаточно успешно решала. А как? Мы сейчас посмотрим. Это прогресс механических калькуляторов до рифмометра Феликс. В отличие от суммирующей машины Паскаля, Феликс представлен в музее советских калькуляторов. Наверное, потому что он все-таки, в отличие от Паскаля, советский. Музей расположен на площадке Яндекс.Музея. В любой день вы можете туда прийти, посмотреть все, пощупать, понажимать и даже почитав инструкцию что-то покрутить и получить результат. Давайте посмотрим внутрь Феликса. Механические калькуляторы основаны на так называемом колесе Однера. Названо в честь, как вы понимаете, изобретателя. При проворачивании кольца с выступом выскакивает определенное количество зубьев у шестеренки. То есть это шестеренка с изменяемым количеством зубьев. Соответственно, когда мы дошли в счетчики до девятки, то высовывается дополнительный зуб уже в нижнем колесе, и он помогает провернуть соседнее на один разряд. Это такая первая банальная, но тем не менее в определенном смысле программная задача, которая решалась с помощью чистой механики. Механические калькуляторы развились достаточно далеко. Вот здесь пример Аскота. Это ГДРовская машина. Настоящий программируемый механический компьютер. Программировался он с помощью стопсов. Они выглядят вот так. Определенные формы металлические скобки, которые забиваются в программную доску и определяют те или иные действия, которые этот чисто механический вычислитель должен выполнить по программе. На Хабре есть прекрасная статья. Ссылка на нее в презентации. Ссылка на презентацию будет, в свою очередь, под записью этой лекции через примерно неделю. Но кто не хочет ждать, может добавить меня в соцсетях Константин Голота и легко гуглиться. И я вам пришлю и презентацию, и все статьи, и ссылки. Это еще особенно интересно, потому что мы с вами будем разбирать пример программной задачи. И листинг программы есть тоже в презентации. Значит, с механическими калькуляторами мы решили. Дальше появились электронные компоненты. Сначала теплые ламповые калькуляторы. Здесь не виден масштаб. К сожалению, когда я эту лекцию читаю в музее, то вот такое. Хорошо. Две искры — это 1К33. Явно настольная машина, и она еще не программируемая. Постепенно они миниатюризировались. МК-41 разошлись в каком-то невероятном миллионном количестве экземпляров. Они уже вполне себе настольные и культурные. А это карманный калькулятор B318A. Здесь тоже не совсем понятен масштаб. Я всегда его демонстрировал и показывал, насколько он на самом деле не карманный. Но конкретно сегодня, я попробовав провести вот эту самую демонстрацию, я положил его себе в карман. И, вы не поверите, он таки карманный. Но надо карман подбирать, как выяснилось. Выяснилось, что у меня джинсы советского инженера. Но они не советские. Не суть. Калькуляторы миниатюризировались, но приобретали при этом дополнительные функции. Сначала инженерные, а потом и программируемые. Вот практически вершина калькуляторной мысли МК-61. Были и более старшие модели МК-85, МК-90. Но они уже не программировались на традиционном пошаговом языке калькуляторов. Там уже был Basic. Достаточно сложно программировать на Basic, если у тебя есть всего лишь одна строка символов, как на МК-85. На МК-90 уже большой экран графический. Там можно строить графики. И оба этих калькулятора тоже представлены музеем. Но мы с вами сегодня будем разбирать этот, потому что МК-52 и МК-61 – вот они такие наиболее продвинутые модели в традиционном калькуляторном формате. Давайте мы сейчас на него посмотрим и скажем, чего на этом калькуляторе не хватает. Один из слушателей справедливо отметил, что этот калькулятор выглядит как МК-61, хотя мозги у него бы 3-34. Давайте считать, что это МК-61. Так будет проще. Чего здесь не хватает? Клавиши равно. Действительно, ее нет. А как быть? Другие. Много-много лишних клавиш. Другие клавиши тоже можно нажимать. Вопрос. Давайте для начала включим калькулятор. Какую клавишу нужно нажать, чтобы калькулятор включить? Вкл. Давайте попробуем. Я нажму клавишу вкл, но ничего не происходит. Зеленую. Это как-то режь красный провод. Я не вижу здесь зеленые клавиши, я вижу зеленый индикатор. Зажать вкл. Давайте попробуем. Это вы привыкли к цифровым устройствам, где одна клавиша... Сейчас про розетку включить. Спасибо. Включено. Вы, наверное, привыкли к цифровым устройствам, когда одна и та же кнопка при разном количестве нажатий и долготе нажимания имеют разные функции. Нет. Это аналоговое устройство. Алло, человек. Подвинуть выключатель. Я вас разочарую, он не двигается. Но спасибо. Красную кнопку. Красная. Увы. Комбинация клавиш. Нет. Есть... Все, сдаетесь? Есть... Сеть. Спасибо. Кнопка сеть. Основная кнопка – это кнопка сеть. И на советских машинах она достаточно часто встречалась. У меня один товарищ написал... Вы будете смеяться. Эмулятор Windows. Эмулятор Windows в текстовом режиме для компьютера партнер 001. Значит, и там можно зайти в панель управления и выбрать пункт меню сеть. Если так сделать, то эмулятор выдаст лампочка сеть работает нормально. Действительно, на советских устройствах очень часто была лампочка сеть, которая обозначала, что она к ней подключена. Мы нажимаем сеть и у нас загорелась подсветка. Ура! Теперь можно нажать вкл и загорится нолик. Все получилось. Калькулятор включен. Возвращаемся к нашей проблеме, как можно что-то решить. Ну как, 2 плюс 3 давайте. Вот что мне нажать? 2, 3 будет 23. А кнопка V вверх совершенно справедливо подсказывает. Что она делает? Она переводит число, которое мы видим на калькуляторе, из регистра X в регистр Y. Засовывает его в память вверх. В калькуляторе есть целый стэк. Давайте мы на него посмотрим. То число, которое отображается на дисплее, индикаторе. На индикаторе это регистр X. При нажатии на клавишу вверх число из регистра X перелезает в Y. И можно ввести еще какое-нибудь число. Так, 2 мы уже ввели, и оно у нас перелезло наверх, оставшись при этом в X в качестве копии. Мы нажимаем 3. Теперь в регистре Y хранится 2, в регистре X хранится 3. И можно нажать клавишу операции, а именно сложение. Получилось 5. Верно же, да? Если бы мы нажали умножить, получилось бы 6. Если бы мы ввели в регистр X еще какое-нибудь число, потом нажали вверх, еще какое-нибудь число, потом нажали вверх, то все эти числа продвинулись бы по стэку из X в Y, из Y в Z, из Z в T. И можно было бы несколько раз нажать на клавишу операции, чтобы из этих чисел что-нибудь вычислить. Вопрос, зачем так сложно? Ведь есть же простые калькуляторы, у всех в телефонах они имеются. 2 плюс 3 равно получилось. Зачем? Мало памяти. Не очень понимаю, как это связано. Если бы вы сказали мало кнопок, я бы, наверное, согласился. Мало памяти, вот смотрите, целых 4 регистра. Куда уж больше. Обратная польская нотация реализована. Спасибо, что подсказали этот термин. Действительно, это обратная польская нотация или запись. Но зачем нам такая нотация? Спасибо. Чтобы избавиться от скобок. Действительно, это самый практичный способ решать сложные выражения со скобками. Если на обычном калькуляторе вам приходится запоминать в памяти результат вычисления в скобках, чтобы потом использовать его для решения другой части уравнения, то здесь можно запихать скобки в нижний регистр, а дополнительные параметры выражения в верхний регистр. И вычислив сначала скобки, успешно просчитать остальное. Понятно объяснил или нужен пример? На калькуляторе нет скобок. Вопрос, где скобки на калькуляторе? На калькуляторе нет скобок. Это реализуется механизм той самой обратной польской записи. Когда у вас есть, к примеру, выражение 2 минус скобка и там что-то еще. На обычном калькуляторе 2 минус скобка открывается, 3 плюс 5 скобка закрывается. Это не 2 минус, а 2 разделить. Сначала нам нужно посчитать скобка. Как мы поступим? Мы сначала введем двойку и отправим ее в регистр повыше. Мы хотим разделить двойку на 3 плюс 5, на 8, получить 1 восьмую. Теперь мы введем ту самую тройку, теперь мы введем пятерку. Таким образом, двойка у нас ушла в регистр z, в регистр y лежит тройка, в регистр x пятерка. При решении этого примера на обычном калькуляторе пришлось бы сначала вычислить 3 плюс 5, сохранить результат в памяти, все сбросить, набрать 2, разделить, вызвать результаты с памяти и нажать кнопку равно. Логично? Здесь все решается двумя нажатиями, одного плюса и одного разделить. Да, все правильно. Это 25 с мантисой минус 0,1. Значит, это 10 в минус первой степени. Все правильно получилось. Помимо с обратной польской записи все понятно определились, со стеком вроде тоже разобрались. Если есть вопросы, лучше задавать по ходу, а не откладывать их на конец, потому что многое спутается. Какие вообще в калькуляторе есть регистры? Есть стек, который мы только что проанализировали. Собственно, некоторые задают вопрос, а что происходит, если число двигать наверх, 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 и вот оно уже в регистре t, и мы снова нажимаем вверх, что происходит с числом? Оно уходит в цифровую вечность, то есть теряется. Вот это тот же самый философский вопрос, как что происходит с символом, когда вы нажимаете backspace. При этом есть еще регистр x1, регистр последнего результата. Он хранит копию регистра x. Мы его будем использовать при решении сегодняшней задачи. Например, у нас есть число с дробной частью 6,4. И есть функция выделения целой части числа, есть функция выделения дробной части числа. Допустим, мы сначала выделили целую часть, и у нас в регистре x осталась шестерка. Но нам теперь снова хочется вызвать те самые 6,4, чтобы выделить 4. Тогда мы воспользуемся регистром x1. И три кнопки, которые позволяют работать со стэком. Вверх, который мы только что с вами испытали. Дальше стрелочка. Вот эта вот. Она меняет местами содержимое регистров x и y. Все понятно. И вот этот вот кружочек из стрелочек вращает стэк в обратном направлении. То есть все, что было в y, спускается вниз в x. Все, что было в z, спускается вниз на одну ступеньку в y и так далее. Просто стэк привернулся. А то, что было в x, попадает в t. Со стэком разобрались. Я думаю, вопросов здесь быть не должно. Все понятно. Дальше есть регистры памяти. Их 15 штук. От 0 до e. И работать с ними достаточно просто. Есть кнопки из x в p. Вот это. И из p в x. p это память. x это то, что мы видим на индикаторе. А дальше идет номер соответствующего регистра. От 1 до 9 и от a до e. Так как у нас здесь все-таки не mk61, а b334, то регистра e нету. Поэтому только d. С регистрами памяти тоже все понятно. И отдельно еще используется программная память. Ячейки от 0 до 104. Туда записывается программа. Каждая ячейка хранит один ее шаг. Используются две кнопки. v, o или v0. Возврат на 0. Переход в ячейку 00. И sp. v. Честно говоря, не помню, как расшифровать csp, но это старт программы, по-моему. Начало вычисления по программе. Оно же стоп программы. То есть эта же кнопка используется для программирования окончания, остановки программы. v, o также используется для возврата из-под программы. Сейчас мы это посмотрим. И отдельно есть тег, с которым пользователь не взаимодействует. На пять позиций, в котором хранятся ячейки, из которых стартует подпрограмма. Подпрограммы могут быть пяти уровней вложенности. И поэтому нужно запоминать, в какую ячейку программной памяти мы возвращаемся. Для простоты можно называть это не ячейкой программной памяти, а шагом программы. На какой шаг программы мы возвращаемся после завершения подпрограммы. Какие вопросы на данном этапе? Регистры циклов есть, но циклы организуются при помощи регистров памяти. Мы будем сейчас смотреть циклы. Обычные регистры памяти, которые здесь представлены в средней колонке, используются для организации циклов. Давайте пойдем дальше потихонечку. Прежде чем мы посмотрим на программки, давайте взглянем на процесс отладки. Как советский инженер отлаживал свою программу? Это копия руководства по эксплуатации КМК-601. У каждой команды есть свой код. Среди некоторых есть система. Если посмотрите, из X в P и номер регистра, это четверка и номер регистра. Все достаточно легко запомнить. Но далеко не все команды так манимонически понятны. И на индикаторе одномоментно высвечиваются только три последних шага. Отлаживать сложно, но пошагово как-то можно. Собственно, вот полный список команд. Все, что есть. Давайте теперь посмотрим под программы. У нас есть безусловный переход. Это как go to basic. Все легко. В десятом шаге мы вычисляем квадратный корень. Потом у нас идет безусловный переход. И в следующей ячейке программной памяти хранится адрес этого безусловного перехода. То есть куда нам нужно прыгнуть. На 42-ю ячейку памяти или 42-й шаг, если хотите, где осуществляется операция сложения. С безусловным переходом. Все понятно. Никаких возвратов здесь не предполагается. Если вы хотите организовать под программу с помощью безусловного перехода. Окей. Вы, безусловно, переходите на нужную точку. А потом в конце под программы, безусловно, переходите туда, куда вы хотели. Где у вас эта под программа началась. Дальше переход по условию. Условия тоже вполне понятные. Х больше или равно меньше, равно или не равно нулю. В четырнадцатом шаге программа вычисляется возведение х в квадрат. А затем, если х не равен нулю, то у нас идет выполнение... Итак, если х равен нулю, то мы идем на 38-й шаг. А если не равен, то идем дальше по программе. Переходы по условию, я думаю, тоже вполне понятны. Под программы. Есть клавиша PP. Вызывает под программу по адресу, который хранится в следующей ячейке программной памяти. То есть 17-й шаг вызов под программы. 18-й шаг адрес, по которому эта под программа находится. Дальше мы идем на 90-ю строчку, вводим двойку. И тут же 91-я строчка – возврат из-под программы. Мы возвращаемся куда? На строчку номер 19, где у нас идет нажатие клавиши вверх. Под программа хранит адрес, в какой момент она ушла. То есть есть стэк на 5 адресов. Под программой могут быть 5 уровней вложности. В момент вызова функции PP в 17-м шаге в первую ячейку этого стэка записывается адрес 19. Значит, что потом нам нужно будет продолжить с 19-й позиции. Если есть какие-то вопросы, лучше задать сейчас. Окей. И теперь про циклы. Циклы. Есть немножко опечаточка. Вот они – L0, L3. При этом они работают с регистрами памяти 0 и 3. От 0 до 3. С обычными регистрами памяти. То есть помните, мы с вами говорили, что если нажать клавишу XP, то мы запишем в ячейку памяти соответствующим номером содержимое индикатора X. Вот с этими обычными регистрами памяти можно организовать циклы. При выполнении команды цикла уменьшается содержимое счетчика на единицу. Далее идет проверка, не равно ли оно 0. Если равно, то цикл завершается. Есть ли вопросы про циклы? Пока нет. Окей. И давайте посмотрим самое сложное – косвенные переходы. Переходить, как вы помните, можно по адресу, который вы прописываете в программе прямо. Вы говорите, у нас есть безусловный переход, и мы идем на адрес, например, 42. А косвенный безусловный переход – это ситуация, когда вы говорите, у нас есть безусловный переход, и мы идем по адресу, который записан. Нет, я тебе не скажу, где он записан, посмотри, пожалуйста, в регистре памяти номер 7. Калькулятор обращается к регистру памяти номер 7, достает оттуда число, например, 42, и осуществляет безусловный переход по адресу 42. Возможно, нужно проговорить это еще раз. Мы с вами помним регистры памяти. Вот они в средней колонке на слайде представлены. Это просто обычные ячейки, куда можно записать любое число. Безусловный переход можно сделать либо по абсолютному адресу в программе. Вот мы пишем программу, у нас нулевой шаг, первый шаг, второй шаг, третий шаг, пятый, пришли к десятому шагу и говорим, а сейчас нам бы перепрыгнуть на шаг номер 50. Мы нажимаем безусловный переход, набираем 50, и значит, что при выполнении программы в этот момент мы сразу идем на ячейку номер 50 и будем выполнять программу оттуда. Логично? Логично. А если мы не знаем, на какой шаг мы хотим перейти? Мы говорим, окей, у нас безусловный переход, но не прямой, а косвенный. Калькулятор, обратись к своей памяти, посмотри, что у тебя лежит в регистре номер 7 и используй это как адрес безусловного перехода. Окей? Окей. Такие вот сложные штуки. Они еще более веселые, потому что косвенные переходы можно осуществлять с любым регистром памяти. Всего их 15, как вы помните. Но при этом, если вы работаете с регистрами от 0 до 3, то при выполнении этой команды из содержимого регистра, то есть из адреса перехода, вычитается единица. То есть мы перейдем на шаг 50, но теперь в регистре 7, откуда мы это 50 взяли, будет храниться не 50, а 49. И если в последующем вызвать косвенный переход по этому регистру, то он уйдет на 49 строчку в программе. Если мы работаем с регистрами от 4 до 6, то наоборот к содержимому прибавляется единица. То есть мы уйдем на 51 строчку при следующем вызове этой функции. И наконец, с остальными регистрами ничего не меняется. Все легко, удобно. Косвенные переходы также возможны по условию. Вот наши условия. По ним тоже можно делать косвенные переходы, но содержимое регистры при этом не меняется. А теперь, когда вы знаете все про калькуляторы, давайте попробуем порешать задачи. Начнем с простого. Если есть вопросы, лучше задавайте сейчас на самом деле. Прошу вас. Извините, пожалуйста, можно микрофон? Потому что вопросы уже большие, длинные и сложные. Чтобы сразу все записывалось. Спасибо. Спасибо, очень интересно. Только вопрос. А возврат числа из-под программы, то есть значение какое-то из-под программы, как осуществляется? Вы мыслите как программист. Сразу видно, вы программист. Но нет, никак. Для обмена информацией внутри программы у нас есть 15 регистров памяти. Вот они. Здесь в средней колонке перечислены. В них вы можете хранить все что угодно. Целых 15 регистров. Понимаете? Поэтому уж один-то вы можете выделить на свою подпрограмму, чтобы она передала вам число. И вы можете это число использовать в других подпрограммах, в основной программе. Главное, случайно не вызвать косвенный, безусловный переход, чтобы оно не изменилось на единицу. Но, опять же, регистры с 7 и до 15 никак не изменяются, поэтому там вы можете хранить свои числа совершенно спокойно. Еще вопрос? Извините, можно микрофон только? Скажите, а если при косвенном переходе в регистре будет не целое число или число, которое, ну, 200, например, а у нас нет 200 шагов в программе? Ego.gog. Вас ждет таинственный Ego.gog сразу же. То есть он может перейти только на такой шаг программы, который имеет смысл. Если это шаг 2,5, то нас ждет Ego.gog. Что такое Ego.gog? Пояснять надо. Нет, все знают, это ошибка, которая error, но пишется как Ego.gog. Более того, Ego.gog, Ego.gogu рознь. В зависимости от того, что вызвал Ego.gog, он выглядит на индикаторе одинаково, но суть свою, природу имеет разную. В силу недокументированных особенностей чипа возникло даже направление Ego.gogology. В Википедии есть статья, обязательно почитайте. Там люди испытывали разные Ego.gog на разного рода воздействия. Некоторые Ego.gog могли сохраняться в регистре памяти, например. С некоторыми Ego.gog'ами возможны дополнительные вычисления. Например, индикатор переполнился, вылез Ego.gog, но если с ним еще немножко поработать, и он уйдет ниже максимального предела числа, который может отображаться на индикаторе, то он снова станет нормальным числом. И вот эта Ego.gogology очень увлекательная наука. Надо сделать про нее отдельную лекцию, но сегодня мы про другое. Следующий вопрос. Ну, если нет вопросов, если все понятно. Давайте представим себя советским инженером. Утро советский инженер начинал не с кофе, а с ввода программы в микрокалькулятор, потому что на ночь, естественно, питание нужно отключить, пожарная безопасность. А калькулятор программу свою не сохраняет, если у него нет питания. Ну, возможно, эта проблема решалась с батарейками. Опять же, но это не вечная история, потому что батарейки такой индикатор кушает довольно быстро. Это не современные индикаторы на жидких кристаллах. Батарейки кушаются быстро, а одновременно подключить и питание по сети, и батарейки запрещает инструкция. Наверное, никто не пробовал, что получится, если сделать это действительно так. Ну, не суть. В любом случае, калькуляторы отключались на ночь, поэтому с утра нужно было ввести программу, потом уже заняться кофе, потому что машинка будет шуршать долго. Давайте попробуем из простейшего вычисление длины окружности. Формула на всякий случай перед вами. Есть два варианта, но в интересах времени давайте сразу пойдем по второму варианту. Как вычисляется длина окружности? Я сейчас проделаю все те действия, которые здесь есть. Мы вводим двойку и нажимаем клавишу вверх. Тем самым наша двойка оказывается в регистре Y. В регистре X она тоже есть, но это лишь ее копия. Дальше в регистре X нужно вызвать P. Для этого нужно нажать функции и P где-то была на плюсике. Спасибо. Вверх ногами немножко сложно. Мы вызвали P. Дальше нужно нажать клавишу умножить, ввести тройку и нажать умножить еще раз. Вот такой результат у нас вышел. Запомним его, потому что будем проверять по нему программу. Сколько там? 18 и 8, правильно? Давайте теперь посмотрим, как выглядит наша программа. Смотрим только на вариант 2, потому что вариант 1 мы решили с вами проигнорировать. Мы исходим из того, что пользователь уже ввел радиус и он у нас находится в регистре X. Поэтому сначала мы все сбросим и перейдем в ячейку номер 0. Инструкция предполагает нажатие клавиши каждый раз при начале программирования. И перейдем в режим программирования. Вот PRG, как легко догадаться, режим программирования. Что у нас здесь? У нас здесь номер ячейки памяти или шаг программы и пока больше ничего. Предполагаем, что на индикаторе уже имеется двойка, которую ввел пользователь. И нам нужно только передвинуть ее в регистр Y. Мы нажимаем V вверх и что сейчас появится? Код этой операции, а именно 0,6. Дальше счетчик сменился. Теперь здесь первая ячейка, только что мы заняли нулевую. Мы вызываем пишку. Вызвали 20. Логично? Логично. 0,6, 20. Дальше нажимаем умножить. 12. Дальше нажимаем двойку и делаем стоп. А, двойку еще раз умножить и только потом. Стоп, стоп, по-моему, 50. Сейчас проверим мою память. 50. Вот, программа готова. Мы переходим в автоматический режим. Возвращаемся на нулевую ячейку и вводим тройку. А теперь запускаем программу. Получится ли у нас 18,8? Интрига. Так, мы вернулись на нулевую ячейку и старт программы. Пока машинка шуршит, можно задавать вопросы. Вы же мне скажете, да, когда? А пока шуршит, можно вопрос? Скажите, а почему вот она так долго шуршит? Хотя, когда мы делали это в ручном режиме, ответы происходили практически быстрее. Я вам отвечу, почему она шуршит. Потому что это программный глюк. Я вспомнил, мы сейчас проделаем просто первый вариант. Второй вариант короче, но вызывает сбой конкретно в данной штуке. Почему-то, если бы мы ввели пи руками, то сбоя бы не было. А так как мы выбрали пи функции, то вот она... Что там? А, 18,8? Ну, честно говоря, я не могу ответить, почему она так долго шуршит. Связываю это с пишкой. Потому что если бы мы ввели пи руками, то все было бы гораздо быстрее. Но у нас с вами осталось примерно минут 15 на все про все. А есть сложная задача. Задача сформулирована следующим образом. Принять от пользователя число длиной от 2 до 8 разрядов. Тоже от пользователя принять количество разрядов. При этом можно верить, никак не проверять эти данные. И определить, является ли введенное число палиндромом. Например, 125,521 – это палиндром, 125,125 – не палиндром. Индикации как хотите. Понятно, что за 15 минут мы с вами сможем только алгоритмизировать задачу и быстро посмотреть решение, которое придумал я. Но здесь есть ссылка на эмулятор. И в конце мы эту задачу усложним. А именно попробуем снять ограничения на разряды и снять ограничения на четность. Потому что сейчас то решение, которое я готов предложить, оно не учитывает ситуацию нечетного количества разрядов. Условно 12 521. Пятерка стоит одна в середине. И в принципе можно считать это палиндромом. Но нечетные разряды мы сейчас вообще не берем. Пользователю верим, никаких проверок не производим. Давайте подумаем, что с этим можно сделать в вашей версии. Весь инструментарий, который был доступен советским программистам на калькуляторах, у вас тоже есть. Давайте подумаем, как это можно организовать. Это короткий комментарий, я повторю. Дробную часть он не выделяет. МК-61 выделяет. Поэтому исходим из того, что можно это сделать. B334 не выделяет. Но действительно, выделение дробной части – это одна из центральных функций данной программы. По крайней мере, в моем решении. Еще раз, я не программист, я гуманитарий. Но программку написал, решение придумал. Не идеальное. Конечно же, вы можете лучше, точнее и больше. Но разбирать мы будем сегодня мое. Вообще, мы это проводим в формате мастер-класса. Правда, двухчасового и уже с реальными калькуляторами. То есть, люди реально пытаются на них спрограммировать. Давайте попробуем сейчас с вами алгоритмизировать. Как вы подступитесь к этому? Можно в микрофон комментарий, пожалуйста? Если до 8, можно попробовать в регистры сначала засунуть по очереди все числа. Хороший подход. Вопрос. А как засунуть в регистр конкретную цифру из 8-разрядного числа? Убрать остаток по делению на 10. Так. И засовывать в регистр только вот так. Отлично. Да, можно так сделать. Супер. А потом проверять с первым. Совпадает, не совпадает. Проверять, но как? Сходясь к центру. Сходясь к центру. Нет, ну подождите. Давайте представим. У нас есть вот это число 125 521. Это полиндром. Мы это с вами знаем. Вот оно у нас уже распихано по регистрам. Хотя вы знаете, даже мой подход иной. Поэтому я сейчас буду критиковать в режиме онлайн. У меня все-таки есть вопрос. Мы исходим из того, что максимум 8 разрядов. Да, регистров для этого хватит. Но учтите, что вам не удастся организовать это в виде цикла. То есть вы не сможете сказать программе, разбери это число на цифры и упихай в регистры 0, 1, 2, 3, 4, 5. Потому что адресация регистров памяти всегда абсолютная. То есть мы нажимаем из X в P и номер регистра. Мы не можем завернуть это в цикл. Мы не можем сказать X, P, а дальше в какой регистр пихать, посмотри, пожалуйста, по счетчику цикла. От 2 до 8 разрядов можно просто ифов понаписать и сравнить потом. Да, абсолютно можно. Но ифы мы сравниваем с чем? Не совсем так, мы не можем сравнить ифом. Вот первую задачу по вашему алгоритму мы решили. Мы можем 8 раз подряд руками, то есть не в цикл запихать от 0 до 8, а мы можем отдельными шагами программы 8 раз делить на 10, 100 и так далее. И дальше, опять же, абсолютную адресацию регистра памяти туда прописать. Если мы разделили, значит, на 10, то отбросить там целую дробную часть. И вот то, что у нас осталось, нам нужно положить в регистр, например, 0. Адресацию регистра 0 мы делаем в абсолютном виде нажатием на клавишу. То есть мы не можем упихать это в цикл. Мы не можем сказать, а теперь положи, пожалуйста, число из регистра X в регистр памяти, а номер регистра памяти посмотри, пожалуйста, по счетчику цикла. Такое мы, к сожалению, сделать не можем. Но руками на 8 разрядах решаемо и можем. А дальше вы совершенно справедливо говорите, нужно сравнивать. Сравнивать напрямую не получится. Можно вычитать одно из другого и проверять, остался ли там 0. Если остался 0, все, они равны. Согласен. Отличный вариант алгоритмизации. Получилось. Я очень надеюсь, что вы воспользуетесь симулятором и запрограммируете свой сценарий, потому что я решал по-другому. Но было бы интересно посмотреть. Еще раз, презентация будет доступна с ссылкой под записью этой лекции на YouTube. Но если вы не хотите ждать неделю, пока она появится, Константин Галотов в соцсетях. Я вам все пришлю. Еще вариант алгоритмизации. Девушка, пожалуйста. Здравствуйте. Так как у нас есть количество разрядов, мы можем поделить их пополам и с помощью этого разрезать число, наш потенциальный полиндром, тоже на две части. Так. И, соответственно, потом в цикле, итерируясь по номеру разряда, вычитать от n-2, минус х и просто х. И, соответственно, у нас левая часть условно занулится рано или поздно, потому что мы из нее будем выбирать... Сейчас, извините, пожалуйста. Не забывайте, вы с гуманитарием общаетесь помедленнее, пожалуйста. Я записываю еще раз. Я пытаюсь осознать это и перевести на калькуляторный язык. Делим потенциальный полиндром пополам. Сейчас. Мы знаем, что у нас шесть разрядов. Мы делим его пополам. Как? Стоп, стоп. Мы делим 6, полученное от пользователя, на 2, получаем 3. Потом 3 умножаем на 10, на 100, чтобы потом разделить это число на 1000, отбросить дробную часть и получить первые три знака. Я вас правильно понял? Так. Хорошо. Точно так же мы можем вернуть, отделить дробную часть и получить вторую половину числа. Можем. Таким образом у нас в двух регистрах памяти лежат два трехзнаковых числа. Нам теперь надо одно из них перевернуть. Логично. Запускаем цикл от 1 до 3 получается. И мы из первого числа берем соответствующий разряд, то есть первый, второй и третий. Домножаем его на… Вот мы здесь уже упираемся в ограничения. Как взять из первого числа первый, второй или третий разряд? Только предыдущий автор предлагал раздергать все число на цифры. Тогда можно взять… Точно так же, как мы делили его до этого на две части. Хорошо. Да, мы можем. По той же самой технологии. По той же самой технологии. Окей. Мы берем, допустим, из первого числа первую цифру, а из второго числа последнюю цифру. Вычитаем. Даже можно из второго числа не брать, а просто из него вычитать вот эту цифру, домноженную на 10 в соответствующей степени. Все. Понял. Работает такой алгоритм. Да, спасибо. Можно такое сделать. Да. Еще, молодой человек. Здравствуйте. Я правильно понимаю то, что все число в целом влезает в память? То есть мы предполагаем, что оно в ячейке памяти всегда влазит? Оно у нас длиной от двух до восьми разрядов, а калькулятор с помощью вот этой формы представления числа в виде числа в десятой степени может много чего в себя съесть. Отлично. А тогда просто давайте построим число перевертыш. Как? Мы поделим на 10, возьмем дробную часть, запишем ее в какой-то новый регистр. Допустим. А теперь мы возьмем от остаток, не остаток, а целая часть, то, что было при делении на 10. От нее опять возьмем последнюю цифру, тоже через деление на 10 с остатком. Теперь возьмем вот эту единичку, которая у нас была в регистре, умножим ее на 10 и прибавим это число. Мы получим... Вы не поверите. Да, работает. Вот. И так далее. Мы просто получим это число в перевернутом виде, а потом, воспользуясь вот... Ну, можно будет исходное число, которое мы построили, вычесть друг из друга и потом x равно 0 сравнить и сразу ответим. Отлично. Отлично. Работает. Ну, опять же, у нас осталось примерно 10 минут, может даже чуть меньше, поэтому есть предложение. Спасибо за эти версии. Еще раз, вы можете попробовать свои силы непосредственно в пригладном программировании на эмуляторе. А мы сейчас посмотрим, что получилось у меня. Значит, у нас запрещены нули и обязательно четное число разрядов. Это ограничение вы можете попробовать обойти в своих программах и в своих вариантах алгоритмизирования задачи. Как я храню числа? В регистре A загаданное число, которое ввел пользователь. В регистре B число разрядов, которые мы тоже получили от пользователя. C используется как временная переменная. D и E выделены для первой и последней цифр этого числа. Регистр 0 – счетчик цикла. В регистре 1 – разряд первой цифры, а в регистре 2 – константа 10. Зачем константа? Для того, чтобы сэкономить число шагов программы. Сейчас покажу, как это работает. Чтобы ввести число 10 в программу, нам нужно использовать две ячейки программной памяти, а чтобы вызвать число из регистра памяти – только одну. Соответственно, несколько ячейок мы так сэкономим. Ответы кодируются тоже цифрами. Один – палиндром, два – не палиндром, а три – это ошибка. Представим, что пользователь вводит то самое палиндромное число 125 521, нажимает вверх, дальше вводит число разрядов 6. Что происходит потом? В шаге 0 мы принимаем эту шестерку и сохраняем ее в регистре B. Потом меняем между собой x и y и то самое загаданное число, которое у нас теперь на индикаторе, вводим в регистр A. Вновь возвращаем на место шестерку. Дальше вводим двойку и, нажав на кнопку деления, делим шестерку пополам. Выделяем целую часть числа и заносим в регистр памяти для будущего цикла. Достаем из регистра x1 предыдущее число. Может быть, у нас там шестерка разделилась бы не нацело. Если бы она была пятеркой, она бы стала 2,5. И выделяем дробную часть числа. Если эта дробная часть числа существует, то у нас в 19 шаге произойдет останов программы с кодом ошибки 3. А мы тем временем снижаем счетчик цикла на единицу и достаем переменную часть. Сравниваем, равна эта переменная часть 0 или нет. Если равна, то идем на шаг 20. Если не равна, то останавливаем программу с кодом ошибки. Пока все понятно, я думаю. Затем начинается наш основной цикл. Достаем из памяти то, что было. Уменьшаем число разрядов на единицу, так как потом будем возводить в степень 10. Ту самую 10 мы вводим двумя шагами и сохраняем в регистре 2, где у нас хранится константа, чтобы потом не приходилось десятку вводить двумя шагами. Возводим степень, причем при возведении степень калькулятор выдает число с дробной частью. Это необъяснимый факт. Это эмулятор так делает и сам калькулятор. Я это много раз проверял на разных моделях. Там получается 100000,001. Избавляемся от этой дробной части и заносим в регистр памяти 1. Потом достаем из памяти загаданное число, разряд первой цифры, извлекаем первую цифру, отбрасываем дробную часть. В общем, у нас этот алгоритм сегодня уже звучал. Я не знаю, как лучше. У нас 5 минут всего осталось. В принципе, мы этот алгоритм с вами уже обсуждали, но в презентации весь листинг программы присутствует. Давайте мы оставим эти 5 минут либо на вопрос, либо на организационную часть. Вот такими методами решались такого рода задачи. Я очень надеюсь, что вы возьмете себе презентацию, посмотрите то корявое решение, которое придумал я. Возьмете эмулятор, сделаете все красиво и снимете ограничения. А именно на четное число разрядов, на отсутствие нуля. Да, потому что если у нас, например, 20502, то это прям вызов, как мне кажется. Попробуйте. Сделайте так, чтобы число 20502 тоже считалось полиндромом. Вопросы? Прошу. У меня вопрос такого общего характера. Вот вы сказали, что программу нельзя сохранять. Если мне память не изменяет, в МК-52 были блоки. Да, в МК-52 есть блоки памяти, в которых имелись предзаписанные программы. Туда нельзя было сохранить. Реальное сохранение появилось на МК-90, где действительно имеются энергонезависимые блоки памяти. Они вынимаются, но в каждом из них стоит отдельная батарейка. Так что если эта батарейка сядет, то он тоже программу потеряет. В МК-52 вставлялись блоки с предзаписанными программами. Их можно было использовать, и оттуда... А, да, БП-04. Встроенная? Встроенная? В МК-52. Хорошо, уточню этот момент. Мне казалось, что МК-61 точно не может. Это я прямо гарантирую. В МК-52 там продавались блоки с дополнительной программой, а то, что там было прямо энергонезависимое устройство памяти, окей. Уточним. Спасибо. Еще? А вы не можете что-нибудь ностальгическое рассказать про Михаила Пухова и его цикл статей в технике молодежи? В путешествие Контики? Вот это вот. Да, спасибо за вопрос. При помощи недокументированных возможностей калькулятора, выявленных наукой и гигологией, можно было использовать какие-то графические элементы. Например, нолик с двумя минусами. Один спереди, другой сзади. Перед нулем минус и после нуля минус использовался для обозначения позиции космического корабля над невидимой стороной Луны или над видимой стороной Луны. В цикле статей, действительно, путешествие Контики, нужно было рассчитать параметры запуска космического корабля, выхода на окололунную орбиту, прилунение вот этого всего. Действительно, в технике молодежи они печатались. И сейчас в интернете на некоторых сайтах я даже видел уже заранее запрограммированные эмуляторы. То есть, чтобы вам не приходилось вводить программу, а только решать непосредственно вычислительную задачу. Просто этот цикл статей, он очень много, мне кажется, сделал для того поколения, для популяризации этих калькуляторов. Мы вот сидели с ребятами, например, их постоянно запускали, сажали. То есть это было приобщение тогда к подчислительной технике. Это прекрасно. Спасибо, что поделились. Честно говоря, я немножко другое поколение, то есть я этого не застал лично. Я этим занимался уже в сознательном возрасте, пытаясь освоить всю эту уже устаревшую историю, неактуальную на этот момент. Но согласен, что читалось удивительно увлекательно, и, конечно же, хотелось все это рассчитать и приземлить. А если еще учитывать, что они выходили постепенно, я-то их получил уже целиком, а они выходили постепенно, я могу себе представить, как люди ждали следующего номера. Спасибо вам большое. Приходите в музей советских калькуляторов. Спасибо. Скачивайте презентацию, запускайте эмулятор, реализуйте свои алгоритмы. Правда, интересно было бы посмотреть, что у вас получится. Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.